Призывы к итальянскому правительству не реформировать системы образования, а раздаются из Колизея и Пизанской башни. Студенты заняли знаменитое здание в борьбе за свои права. Григорий Петухов о мятежниках с факелами. Улицы современного Рима напоминали ситуацию с Римом Древним, заполненным толпой, требующей хлеба и зрелищ. Теперь продовольствие и развлечение в достатке, и добиваются эти молодые люди образования. Точнее, отмены его реформы, предложенной правительством. Предполагается, что финансирование университетов и школы радикально сократят, а многие из них и просто закроют. Студенты взяли в кольцо итальянский парламент, где и обсуждалась реформа. Осаждали депутатов в дымовой завесе и под грохот барабанов. Мы будем осаждать все госучреждения, покуда правительство не уйдет в отставку. Их реформы не пройдут! Госучреждениями не ограничились. Как по команде, тысячи молодых людей хлынули в арки Колизея. А когда взобрались на верхние этажи античного цирка, манифестанты зажгли там фаеры с едкой сиреневым дымом. В Палерме митингующие на несколько часов перекрыли железнодорожные пути. А в Пизе студенты захватили знаменитую падающую башню. Они забрались на самый верх и вывесили транспарант с надписью «Никаких реформ». Свыше трех часов они не пускали на башню туристов, а затем добровольно ее покинули. Как заявляют представители студенческих профсоюзов и политических организаций левого толка, акции протеста продолжатся, пока правительство не откажется от своих планов. Окончательное голосование по реформе образования перенесено на следующую неделю. И по мнению наблюдателей, оно станет новой проверкой на прочность кабинета Берлускони. Григорий Петухов, Алексей Кабаков, НТВ.